МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский технопарк начался на территории свободной экономической зоны Гомеля-Ратон в 2011 году. Головная мета – саденешение развитию инноваций, поддерживающих бизнес-проектов в сфере высоких технологий. Сегодня резидентами Гомельского технопарка являются 25 субъектов. Они выработают запотребованную, ориентированную, перш за все на экспорт продукцию. Вот сейчас, встречаясь уже с резидентами технопарка, когда задаешь вопрос кризис, ну, понятно, что стало жить сложнее. Продавать продукцию сложнее, конкурировать сложнее. Они говорят, у нас нет проблем, наша продукция востребована, и больше половины мы поставляем на экспорт. То есть она востребована и на экспорт. То есть вот это развитие очень важно для страны. А за открытием другой шарги и вводом у эксплуатацию новых площадь у технопарку створены 87 новых рабочих мест. А до новинок выборчай кампании. Сгодно с дадзинами областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, за два первых дней до терминового голосования на Гомельшине на участке пришло 11,7% выборчика. Доволе высокая активность насельництва означается и сёння. В этом пероконал сей наш корреспондент Олег Сентюроу. На 11-й участок первый выборчик приходит у 10 годин ранецы. В околе активность тут крыху ниже и за среднеобластную. За два дни у дел у детерминового голосования приняли около 10% выборчиков. Але без работы члены комиссии не застаются. Одна засоблива сей у этого участка. Усе урны для голосования тут прозристые. От дровлянок к скрыню отмывались не только тому, что зарубленные с пластиков больше лёгкие. Это так само важная причина, а не головная. Активность избирателей на президентских выборах, как правило, повышенная. Поэтому мне бы хотелось, как председателю комиссии, показывать и избирателям, и наблюдателям, насколько активность широка и насколько нам нужно вообще говорить о том, что хотят избиратели идти или не хотят. Соответственно, меньше вопросов у наблюдателей возникает. В первую очередь из-за этого. У списа выборщиков на Гомельщине унесены 1 101 044 человек. 2350 за их мое право проголосовать на 11-м участку у Гомеля. Тамара Зубкова каже, что принимает удел во всех компаниях без выключения и тумажит чему. А как не ходить? Мы же живем в Беларуси и должны голосовать. 11-й участок находится у клуба Гомельского завода пусковых руховиков. Сюда часто приходят местовые жахары, ка по принятию делу в спортивных поборницах, ка по слухать концерт. Выборщая компания тут проводится не одно 10-е годы. И уже есть даже семьи, у которых на этом участку голосует не одно поколение. Прихиность с традициям до речи властивая не только к этому участку. 63-я Гомельская школа побудована еще до Великой Очинной войны. У свой час она называлась Сталинской и лечилась узорно-показальной. Кольки выборщик кампании прошло у ее стенах, теперь наводки подлечить тяжко. Не вядома, правда, где проходила голосование в 50-е годы, але селета выборщий участок разместили в актовой зале. Члены комиссии кажут, что наибольшая активность означается зраниться, когда на детерминовое голосование приходят пенсионеры. И после 17-ти годин в этот час основные выборщики, работники предприемств, уж мот кого есть властные аутотранспорты, а отповедные водительские посвящения, по их таксаму можно отримать бюллетень. При этом все означают, что для ознайомления с программами кандидатов было шмат, а тому каждый добро ведал, за кого отдать свой голос. Конечно, я вообще прочитал все биографии. Мало того, и по телевизору смотрю. Мне нравится тот кандидат, за которого я проголосовал. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня отепление пошли включать у кватерных жихоров нашего региона. Как поведомили удержанным объединение жилево-коммунального господарка Гомельской области, весь жилевый сектор будет охопленный до конца этого дня. Кроме того, протягивается подключение отепления в больницах, школах и детских садках Гомельщины. Убольшая зи их тепло пройдет до конца сегодняшнего дня. У опошенную шаргу потеплеен на предприемствах и организациях региона. Нагадаем, решение об детерминовом старте отепляльного сезона принято за резкого понижения температуры поветра. Министерство лесной господарки Беларуси бесперапынно ведет работу по подниманию парадки в лесах. Раз на год принять удел у ее пропонуется и всем жадающим. Все лето у семы раз на Гомельщине пройдет акция «Шестый лес». Мероприемство заплановано на 17-е кострышника. На кольке остро стоит проблема забруживания лесов в Гомельской области и что каждый из нас может сделать, как ее выправить, разбиралась Ганна Ковалева. Суседство лесу за автомобильными стоянками накладывает свой отбиток. У промоем сенсии паусюль пустые бутыльки, папера и пластык. В лесном массиве на супротивобластной туберкулезной больнице разом с древами врастает куча сметча. Эта территория относится до Кораневской экспериментальной лесной базы. Подтримливать тут парадок обвязаны работники лесной господарки. И работа эта ведется постоянно, тем больше, что и необходность состоится неизменной. Закреплены места отдыха за работниками лесного хозяйства. Они также наводят порядок в лесу. Но если, как говорят, чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают. Надо забрать результаты отдыха, какие-то пакеты, какой-то бытовой мусор и выбросить их уже в установленных где-то местах организованных. Таких участков, как каляту больницы, в окол Гомеля десятки. Самые проблемные места для автомобильных дорог и чагунок, дачных кооперативов, на пляцовках отпочинку и автостоянках. Разбираться в брудном пытании супрацовники лесной господарки, что год притягивают громадскость. 17-го костричника пройдет акция «Чистый лес». Для того, чтобы стать участником акции, надо обратиться в ближайшее лесничество. Там подскажут время сбора, выдадут рукавицы. Давайте вместе проведем эту акцию, наведем порядок в лесу и будет чисто и приятно отдыхать, находиться в наших лесных массивах. Ганна Ковалева, Валерий Хапанько, телерадио «Компания Гомель». Актуальные темы, обаяльные ведущие и циковые суразмовцы. Кожный день по буднях у эфиры телеканала «Беларусь 4» программа «Добрый вечер, Гомель». «Мастак не может быть неудачником, быть мастаком уже удаша», – сказал неколе американский психолог Шарльц Кули. Я гэта быть мастаком и попробую высветлить сегодня ведущий Сергей Красноборот, по часу шарговой размогу телевизионной студии. Я гусу размогуце будет гомельская масташка Надея Рэпина. Удоволе стал ему взрости, только на заслуженном прационном отпашинку она пошла малевать акварельные картины, иллюстровать поэтышные сборники. Зарабила 8 персональных выстав у Гомеля и в Минску. А кроме этого, Надея Рэпина передает свои веды и навыки самодейным мастакам и ведет в Гомеле акварельную сессию для пожилых людей. Сустрыша с сталиновитой масташкой ждет вас в 19 часов на телеканале «Беларусь 4» Гомель. Я в спорте. Сегодня завершились открыты шампионаты первенства в области по велокроссии. На протягу двух дней за перемогу взмогались коля 70 спортсменов. Сырут их – как профессионалы, так и аматоры. Велокросс – бодай один из самых ведовишных, технично складанных и экстремальных видов велоспорта. И он по трабой не только выносливости и амаль ювелирного володания велосипедом, а леи смелости. Гонки проходят на пересешенной мясовости. Трассы насыщены подъемами и спусками, многие из яких довольно крутые. У Гомеля отповедный рельеф есть коля микрорайона «Шведская горка». Тут и обсталевали круг протяглостью 3,5 километра. Трасса в масштабах краины хоть и не самая складанная, а лея и она не дала спортсменам расслабиться. Трасса техничная очень, тяжелая. Приходится поработать, особенно на спусках очень тяжело. Нужно вместе успенно выводить. Лепших вознашали у трех взрослых категориях – юнаки, юниоры и дорослые. От этого залежала и протяглась дистанции. Самые маленькие передоливали один круг, дорослые – пять. Сироможцы проставят наш регион на чемпионате краины, який отбудется 17-го и 18-го Кастрышника в Кродне. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.